Добрый день! Меня зовут Катя, я учусь работой на кафедре высшей нервной деятельности. И сегодня я познакомлю вас с интересными людьми и проведу экскурсию по нашей кафедре. Кафедра находится на четвертом этаже, и отсюда вы можете видеть окна экспериментальных и лабораторных комнат. Ну что, начнем нашу экскурсию? Кафедра довольно большая, занимает два коридора. Слева и справа от меня расположены аудитории, научные лаборатории, где студенты проходят практику, где работают научные сотрудники. Также есть рекреация, в которой можно отдохнуть между занятиями или попить чай между экспериментами. Сейчас мы находимся у расписания занятий информационного стенда, на котором разные лаборатории или научные группы размещают объявления для студентов. Рядом наша основная аудитория. Давайте зайдем. Здесь проходят лекции, семинары, а также знаковые события нашей кафедры защиты выпускных и квалификационных работ магистров и бакалавров. Также здесь висят портреты известных ученых и, конечно же, портрет Ивана Петровича Павлова, основателя учений о высшей нервной деятельности. А теперь давайте познакомимся с заведующим нашей кафедры, профессором Александром Васильевичем Латановым. Александр Васильевич, а расскажите, пожалуйста, о том, что такое высшая нервная деятельность и чем живет наша кафедра сегодня? Научное направление, которое мы называем высшей нервной деятельностью, провозгласил Иван Петрович Павлов более ста лет назад. Наука о высшей нервной деятельности была призвана изучать механизмы поведения. Но если говорить павловской терминологией, это условные рефлексы. В самом начале развития этой науки в ней было как бы два раздела. Это учение, собственно, об условных рефлексах и учение о так называемых анализаторах, которые мы сейчас называем сенсорной системой. Конечно же, за долгий промежуток времени высшая нервная деятельность, как наука, существенно расширила свой интерес. Все дело в том, что поведение обеспечивается мозгом, и для того, чтобы знать, какие механизмы лежат в основе поведения, необходимо знать механизмы функционирования мозга. Но для того, чтобы исследовать физиологию мозга, необходимо знать анатомию. И вот эти различные направления, анатомическое, то есть морфологическое исследование, физиология центральной нейросистемы и физиология поведения, составляют вот такую вот триаду. Если говорить о современном этапе нашей науки, то необходимо упомянуть термин нейробиологии. Нейробиология – очень обширное такое понятие, и означает это биология нейрона. Что сюда входит? Сюда входят молекулярно-биологические аспекты функционирования нейронов, биохимические, нейрохимические, развитие нейронов. И некоторые еще вопросы, да, включаю, конечно же, генетику. Вы также слышали, наверное, такой очень емкий термин нейронаука, нейросайенс по-английски. Ну вот в области нейросайенс включаются уже представители смежных таких дисциплин, ну такие, как психология в основном, медицинские науки. Еще вот есть такой блок наук, их называют когнитивные науки, их очень много, и включают они изучение самых различных процессов. Но так или иначе, все они в рамках этих наук, все интересуются, как функционирует мозг, поскольку мы, поэтому мы являемся вот таким, наверное, центром вот этого вот обширного облака нейронаук. Теперь несколько слов о том, чем мы занимаемся на кафедре. Конечно, мы не можем охватить весь спектр проблем, включающих и нейробиологию, и нейронауку, ну и так или иначе, высшую нейрон деятельность. Поэтому мы сотрудничаем тесным образом с представителями смежных наук. Мы тесным образом связаны с медициной и изучаем механизмы различных патологических состояний и психических расстройств. Ну, вы знаете, наверное, что в рамках психиатрии выделяют очень много расстройств, и мы пытаемся смоделировать эти расстройства на животных с помощью различных методов и подходов, в том числе и медикаментозных. Всем вам известны, наверное, неврологические нарушения, неврологические болезни, ну, например, болезнь Паркинсона. На нашей кафедре болезнь Паркинсона изучается на крысах, ну, конечно же, на моделях. Мы животных делаем такими паркинсониками и исследуем процессы, различные процессы и нарушения поведения вот в таком вот состоянии. Надо сказать, что объектами являются не только мышевидные грузуны, крысы, мыши, это самые распространенные в науке сейчас объекты, но также приматы. И не так давно мы исследовали проявление болезни Паркинсона, ну, лучше сказать, Паркинсона, подобного состояния на обезьянах. В настоящее время очень много говорят о дальних космических экспедициях, например, полетах на Марс. Во время таких длительных полетов на человека действует очень много факторов, среди которых является ионизирующее излучение, например, высокоэнергетические протоны. Для моделирования таких эффектов на состояние человека, на его поведенческие функции необходимы модели на близких к человеку животных, например, на обезьянах. На нашей кафедре проводятся такие исследования. Мы проводим облучение протонами с теми дозами, которые космонавты потенциально могут получить во время дальних космических полетов. И смотрим, как меняется поведение обезьян, как меняются их двигательные функции. В частности, мы очень тщательно исследуем движение рук и движение глаз. И вот эти вот движения составляют основу операторской деятельности. Чтобы дать полный список проблем и объектов исследования, необходимо, конечно, упомянуть ворон. Как ни странно, эти птицы обладают очень хорошими когнитивными способностями. На материалах кафедры мы можем посмотреть, как мы изучаем основы мышления. Конечно же, примерно половина кафедры занимается человеком. Какие проблемы мы решаем? Во-первых, мы обладаем очень интересной технологией. Мы можем регистрировать движение глаз с помощью быстрых цифровых камер. Зачем мы это делаем? Знаете, есть такая поговорка «глаза зеркала души». Оказывается, по движению глаз можно судить о некоторых состояниях человека. Но, по крайней мере, очень ярко в движении глаз проявляется внимание, распознавание и принятие решения. Все студенты выполняют работу не только на кафедре, но и могут выполнять в различных институтах в зависимости от уровня, терресов, от направления и так далее. Мы считаем, что наша кафедра находится в центре нейронаук, и поэтому мы готовим таких универсальных специалистов. Приглашаем вас на нашу кафедру. Спасибо большое, Александр Васильевич. Одна из достопримечательностей кафедры — павловская камера, построенная одновременно с биологическим факультетом МГУ. Она предназначена для проведения классических экспериментов с собаками по изучению условно-рефлекторного поведения. Сейчас собак на кафедре нет, а слюноотделением никто не занимается. Однако камера оказалась очень удобной для проведения психофизиологических исследований. Она экранирована и звукоизолирована, а внутри камеры вы можете увидеть энцефалограф, кресло для испытуемого и оборудование для зрительной стимуляции. Продолжим наш виртуальный тур по кафедре. Сейчас узнаем, как проходит учебный процесс. На кафедре есть бакалавриат, магистратура, аспирантура. А подробнее об этом расскажет учебный секретарь кафедры Дмитрий Владимирович Евтихин. Студенты приходят на кафедру в середине второго курса. Дело в том, что на биологическом факультете студенты два курса обучаются общим потоком. И распределение студентов по кафедрам происходит в середине второго курса. Оно происходит в результате собеседования. Это собеседование, как правило, конкурсное. То есть количество мест на кафедрах ограничено. На нашей кафедре это 8-10 мест. Но обычно к нам приходят от 15 до 20 студентов. И мы выбираем из них лучше. Критерий выбора следующий. Конечно, в первую очередь, это успеваемость. Второй критерий, основной может быть даже для нас, это заинтересованность человека быть нейробиологом. Что он читал, что он смотрел. Может быть, он уже поработал в каких-то лабораториях. Все это составляет так называемое портфолио студентов второго курса, в результате которого мы и выбираем его на кафедру. А на каком курсе студенты начинают обучение на кафедре? Обучение для студентов, поступивших на кафедру, начинается с летней учебной практики. Когда они знакомятся с экспериментальными животными, знакомятся со старшекурсниками, а также с преподавателями кафедры. Летняя учебная практика после второго курса посвящена неинвазивным методам работы с животными. Студенты, поступившие на кафедру, должны научиться в первую очередь держать животное, общаться с ним, а также работать с ним в экспериментальных установках. В дальнейшем, на четвертом курсе, у них будет такой практикум, в котором они уже будут это делать самостоятельно. А во время летней учебной практики ими руководят наши старшекурсники, обычно студенты, закончившие уже пять курсов на кафедре. Дмитрий Владимирович, какие теоретические и практические курсы студенты проходят на кафедре? После летней учебной практики с 1 сентября на третьем курсе на кафедре начинается теоретическое обучение, в рамках которого студенты слушают следующие дисциплины. Сравнительная морфология центральной нервной системы, введение в физиологию высшей нервной деятельности. На четвертом курсе они слушают такие дисциплины, как общая нейрофизиология, основы высшей нервной деятельности, физиология центральной нервной системы. А также на четвертом курсе у студентов есть практикум. Этот практикум по методам, которые можно применять для исследования поведения животных. Это неинвазивные методики, такие как лабиринты, светло-темные камеры и какие-то подобные методы. Важность их изучения состоит в том, что эти методы можно применять в доклинических исследованиях для тех, кто пойдет работать в область фармакологии. Кроме теоретического обучения и практикума, у наших студентов после третьего курса есть летняя учебно-производственная практика. Она, в отличие от практики на втором курсе, посвящена работе не с животными, а работе с человеком. На этой практике студенты осваивают такие методы, как азе-энцефалография, вызванные потенциалы, метод биологической обратной связи и другие интересные методики. И студенты делают уже эксперименты не с экспериментальными животными, а делают эксперименты друг на друге, когда в качестве испытума выступают свои товарищи. На пятом и шестом курсах наши студенты углубляют теоретические и практические знания, позволяющие разобраться в механизмах поведения животных и человека. Одним из самых сложных является практикум на пятом курсе. Он связан с инвазивными методиками, применяемыми на животных. Студенты учатся нейрохирургическим операциям, учатся вживлять электроды в головной мозг животных, а далее исследовать активность тех или иных структур головного мозга, проводя поведенческие тесты с этими животными. Что касается курсов, в которых исследуется поведение человека. На нашей кафедре их несколько. Это такие курсы, как электрофизиология, психология, нейропсихология, психофизиология деятельности человека. Все эти курсы студенты осваивают в рамках магистратуры, которая называется интегрированной магистратурой. По окончании интегрированной магистратуры студенты выполняют выпускную квалификационную работу и докладывают ее на заседание Государственной аттестационной комиссии. Дмитрий Владимирович, а существует ли программа для студентов, которые приходят в магистратуру из других вузов? На нашей кафедре реализуются еще две дополнительные магистрские программы. Одна называется фундаментальная прикладная биология, а другая биология мозга и естественного интеллекта. Эти магистрские программы ориентированы на студентов, которые приходят к нам из других вузов. Обучение на этих программах отличается от обучения наших студентов. Студенты проходят базовые спецкурсы кафедры и практикум, связанный с неинвазивными исследованиями мозга, животных и человека. Отличие программы биология мозга и естественного интеллекта в том, что теоретические курсы студенты слушают, кроме биологического, так же и на других факультетах, таких как психологический, филологический, математический. Таким образом, эта магистрская программа более мультидисциплинарная. Дмитрий Владимирович, а какой предмет на кафедре самый сложный? Студентов, конечно, всегда интересует этот вопрос. Но я бы сказал так, что сложно то, что непонятно или неинтересно, когда ты мучаешься над решением задачи, сути которой ты не понимаешь. Я бы поставил вопрос иначе. Какой курс является самым объемным на нашей кафедре? Базовым спецкурсом для нейробиолога является анатомия головного мозга и центральной нервной системы. Анатомия подразумевает подробное изучение всех структур головного мозга и центральной нервной системы. Морфология же изучает связи между этими структурами. Мы проходим и то, и другое. Анатомию во всех вузах принято изучать на двух языках. На русском и на латыни. Атласы издаются на латинском языке. Но особенность нашего изучения анатомии морфологии состоит в том, что мы вынуждены изучать эти предметы на трех языках. На русском, латыни и на английском. Дело в том, что наши студенты должны свободно читать публикации, выпущенные в зарубежных изданиях. И поэтому они должны ориентироваться, как называются структуры головного мозга, в том числе и на английском языке. Наш студент должен очень хорошо знать строение нервной ткани на уровне гистологии и цитологии. Для этого в рамках нашего базового спецкурса есть достаточно большой практикум. Часть этого практикума посвящена гистологическому изучению нервной ткани. Мы работаем с препаратами, смотрим их в микроскопы, изучаем различные методы окраски. А кроме этого мы изучаем эмбриологическое развитие мозга. Кроме гистологического практикума, у нас есть также и анатомический практикум, где студенты работают с препаратами головного мозга человека и животных. У нас есть пластиковые муляжи, а также есть реальные препараты головного мозга. Вот они представлены здесь в баночках. Студенты изучают структуры не только поверхности, такие как борозды и извилины, но и внутреннее строение головного мозга, где также много различных интересных структур. После того, как студент освоил анатомическое строение нервной системы, мы переходим к изучению функционирования головного мозга в целом и его отдельных частей. Таким образом, базовый спецкурс анатомии и морфологии центральной нервной системы логично перетекает в курс физиологии центральной нервной системы, который студенты изучают уже на четвертом курсе. Наша виртуальная экскурсия подошла к концу. Более подробную информацию можете прочитать на нашем сайте. Приходите учиться на кафедру высшей нервной деятельности.